Первый в стране беспилотный трамвай проехал по московским улицам уже 2000 километров. Всем, кто хочет прокатиться на этом чудо-транспорте, надо ехать на Щукинскую или на улицу Кулакова. Найти 10-й маршрут, что уже и сделала наша Маша Антропова. Она выходит в эфир, сейчас нам всё расскажет. Маш, привет! Ну, покажи нам трамвай будущего, расскажи, как он ездит. Тебе не страшно, кстати говоря? Что там у нас по безопасности? Да, привет! На самом деле, сегодня трамвай будущего мы ещё заметить не успели. Но у нас есть ещё время, как и у москвичей, потому что он курсирует регулярно. Но тут стоит отметить, что не всегда этот беспилотный трамвай совершает поездки с пассажирами внутри салона. Иногда это просто обычные технические поездки для того, чтобы систему полностью отработать и наладить все процессы. Но тут стоит отметить, что за время двух этапов тестирования беспилотного трамвая транспорт уже проехал 2000 километров по столице. И, конечно же, эти беспилотные трамваи работают на базе искусственного интеллекта, что как раз позволяет в режиме реального времени прогнозировать ситуацию и, например, предотвращать будущие манёвры различных объектов. Ну, в том числе, я уже говорила, что трамвай работает на базе искусственного интеллекта. Это значит, что он сам учится и анализирует ситуацию на дорогах. Ну и также оборудование этого нового транспорта, лидары, позволяет обеспечивать обзор на 360 градусов. То есть, по факту, эти трамваи видят объекты на расстоянии до 200 метров и помогают ориентироваться, в том числе, в плохую погоду. Ну, а камеры, кстати, определяют, что за объект перед трамваем. Условно, это светофор, собака, человек или, например, автомобиль. В виртуальной среде и в реальной обкатке он учится распознавать разные ситуации и реагировать. Например, наличие автомобиля на рейсах или человек, перебегающий дорогой на неположенном месте или какое-то ещё препятствие. То есть, задача как раз-таки вот этого этапа тестирования – это обучить искусственный интеллект реагировать соответствующим образом на разные ситуации. Ну и, собственно, вносить изменения в управление движением. Ну, то есть, в основном, он сводится к экстренам торможей в непредвиденных случаях. В мае этого года Сергей Собянин дал старт запуску первого в России беспилотного трамвая. Ко второму этапу приступили позже. И вот за время работы этих двух этапов тестирования трамвай проехал уже 2000 километров по улицам столицы. На новом, кстати, транспорте уже реализовали взаимное дублирование работы разных систем. Для того, чтобы обеспечить высокую надёжность обнаружения объектов. Поэтому пассажирам, которые, например, воспользуются таким видом транспорта, точно беспокоиться не стоит. Ну и, кстати, беспилотная технология – это уникальная разработка вообще в целом для Европы, которая принадлежит, кстати, правительству Москвы. Потому что всё это сделали как раз наши специалисты. Это очень важно. Маш, ну а расскажи, как работает вообще система? И как, например, трамвай видит, что у него на пути препятствия? Кулик стоит. Кулик стоит на путях. Да, но на самом деле здесь пассажирам беспокоиться точно не стоит, потому что разработчики предусмотрели разные варианты обеспечения, так скажем, глаз у этого трамвая. Ну, по факту, у него находится целых шесть камер, четыре лидара и также три радара. Все эти системы помогают в режиме реального времени и на 360 градусов вокруг замечать, что происходит. Ну и, конечно же, лидары в том числе определяют расстояние до объектов с точностью до двух сантиметров. То есть, ну, гораздо лучше, например, чем человеческий глаз. Ну и, конечно же, тестовые поездки сейчас в столице продолжаются. Некоторые москвичи могут воспользоваться такой возможностью приехать как раз на Щукинскую, например, и застать, может быть, в один из дней эти трамваи. Мне кажется, что это очень клевая идея, потому что разработки не стоят на месте. И я бы, например, с удовольствием прокатилась, как только у меня появится возможность. Ну, по факту, будущее уже наступило, и оно рядом с нами. Спасибо, Маша. Марья Антрупова рассказала нам про беспилотные трамваи.